Как целуются разные знаки зодиака? Наверное, нет ничего прекраснее, чем поцелуй. С его помощью человек способен передать другому все свои эмоции и чувства. Изучайте своего партнера этим способом. На все мы целуемся по-разному. На этот процесс очень влияет характер нашей личности. Мы предлагаем вам узнать, какого поцелуя можно ожидать от человека, исходя из знака зодиака, под которым он родился. Целуйтесь на здоровье, это очень приятно. Желаем вам счастья, как целуются разные знаки зодиака. Овен, интересно, что представителей этого знака нельзя отнести к любителям и ценителям поцелуев. Овны целуются только, когда у них хорошее настроение, причем тогда они готовы расцеловать даже первого встречного, если, конечно, он им будет симпатичен. Рожденные под этим знаком зодиака в поцелуях проявляются наиболее пылко, хотя очень уж эротическими такие поцелуи не назовешь. Они не слишком целомудренные, но лишены нежности и даже могут ненароком причинить боль или оставить отметины. Телец. Представители этого знака целуются только с теми, кого хорошо знают. Очень часто их поцелуи могут стать дежурными, так они целуют любимого человека, уходя из дома или возвращаясь домой, перед сном и в других подобных случаях, даже если незадолго до этого они поссорились. У влюбленного тельца ласковый, нежный и мягкий поцелуй. Женщины после таких поцелуев чувствуют себя уверенными и защищенными, а мужчины, когда их целуют женщины, телец, забывают обо всем на свете. Близнецы. Близнецы во всем ищут разнообразие, даже в поцелуях. Рожденные под этим знаком целуются часто много, но не особенно вкладывают в это душу. Скорее это знак признательности и дружеского расположения, чем выражение нежных чувств. Но именно близнецы больше, чем другие знаки зодиака, виртуозно владеют техникой эротического поцелуя и иногда могут поразить вас этой способностью. Рак. Те, кто родился под знаком рака, предпочитают, чтобы целовали их. Их поцелуи нежные, любящие. Для представителей этого знака они скорее проявление душевной привязанности, заботы, нежели любви. Потому что они в принципе не приемлят поцелуев без теплых чувств и, в отличие от тельцов, не делают поцелуи дежурными. В случае обиды они замыкаются в себе, а возобновленные поцелуи означают для них полное прощение. Поцелуи рака не слишком наполнены эротикой, но они по-настоящему ласковые. Лев, любящие удовольствия во всех проявлениях, рожденные под знаком льва глубоко убеждены, что поцелуи должны быть чувственными и страстными, поэтому их поцелуи очень эротичны. Если раки стеснительны и никогда не целуются прилюдно, то для львов нет запретов. Они даже получают удовольствие, демонстрируя свои чувства. А вот дружеские, материнские поцелуи в знак признательности, благодарности или расположения этому знаку почти не свойственны. Дева, рожденные под знаком девы в поцелуях, как и в проявлении чувств вообще скромные, сдержанные предпочитают целоваться с партнером по браку или с любимым человеком. Они избегают публичности и всяческих демонстраций. Вообще девы в поцелуях очень разборчивы и даже занимают последнее место среди всех знаков зодиака по количеству поцелуев. Они никогда не из каких соображений не поцелуют ни симпатичного, ни ряшливого, ни нравящегося им человека. Весы. А вот те, кто родился под знаком весов, в поцелуях разбираются значительно лучше других знаков. Они любят целоваться и не упускают возможности это сделать. Причем техникой поцелуи весы владеют виртуозно, а по их количеству уступают разве только близнецам. Правда, поцелуи весов не слишком чувственны, они скорее нежные и ласковые, чем страстные и эротичные. Скорпион. Представители этого знака отличаются от всех других тем, что при помощи поцелуя способны передать всю гамму человеческих чувств и переживаний. Целуя, они показывают решительно все, от обожания, нежности и признательности до холодности и полного презрения. Те, кто родился под знаком скорпиона, целуются часто и всегда страстно, но только с хорошо им знакомыми людьми. Если вас целуют родившиеся под этим знаком, то его чувства искренне сильны. Стрелец. Для стрельцов поцелуи скорее являются средством выражения своего отношения, восхищения, благодарности, признательности, происходящих от широты их необъятной души, нежели чувственным удовольствием. Хотя их поцелуи чаще носят дружеский характер, они умеют придать им изрядную чувственность. И хотя родившиеся под этим знаком не слишком владеют техникой поцелуя, они любят целоваться часто и много. Козерог. А вот те, кто родился под знаком козерога, целоваться не любят и делают это по возможности редко. Даже детей и родителей козероги стараются не целовать. Влюбленный козерог тоже не слишком страстен в поцелуях, никогда не целуется публично. Да и его поцелуи не отличаются теплом и страстностью, скорее они отстраненные, словно по обязанности, по традиции. Водолей. Поцелуи тех, кто родился под знаком водолея, трудно классифицировать, поскольку они очень разнообразны. Целуясь, водолей часто не делает различия между друзьями и любимыми, поэтому с одинаковым чувством целуют и тех, и других. Но люди, рожденные под этим знаком, никогда не отдаются чувствам полностью и не позволяют страсти захватить себя, поэтому их поцелуи не слишком часто, хотя найти в нем можно все, от страсти до ласковой нежности. Рыбы. Родившиеся под знаком рыб тоже больше любят, когда целуют их, нежели целовать самим. По натуре рыбы стремятся отдаться своим чувствам целиком, потому и от поцелуев ждут чего-то необычного. Целуя, представители этого знака хотят полностью раствориться в своем избраннике, так как чувство для них превыше всего. Но техника поцелуя у них не слишком высокая, да и разочарования часто подстерегают их. Теперь вы знаете, как целуются разные знаки зодиака. Друзья, независимо от того, верите ли вы в гороскопы или нет, они существуют веками. Многие поколения смотрели на звезды и движения планет, чтобы улучшить различные аспекты своей жизни. Вы много можете узнать из своего гороскопа, сформировать вашу точку зрения и улучшить свою жизнь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не пропускайте новых выпусков. Не забывайте нажимать на колокольчик и писать в комментариях. Мы вас любим. До новых встреч. Благодарим за просмотр.